Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- В принципе, слушай, а эти глазки вообще нужны? Мне кажется, без глазок оно намного лучше будет смотреться, не? Это ты без глаз будешь лучше смотреться, а звезда просто милашка-няшка стала, поэтому не надо ничего исправлять. Ну. Давай, раз. Всё, тихо. Раз. Ну вырвалось, ну что я могу сделать? Ну я держал в себе. Сейчас, подожди. Ну давай заново, как будто этого не было. Давай. Ну она сейчас хотя бы на курицу не похожа, так как это было в предыдущей серии, когда мы её впервые построили. Так, если вот сюда немножко дальше отлететь, посмотреть. Ну, в принципе, но есть одна проблемка, она выглядит вот намного больше, чем вся ёлка вместе взятая. Это её особенность, это эксклюзивная звезда, эксклюзивная ёлка, так что нормально всё. Ой, ой, ой. Ну правда, наша ёлочка такая лысенькая, но ничего, мы же её хотим с тобой украсить, поэтому давай, у тебя свечки есть? Вот у меня есть розовая, пойдём вешать. А сколько у тебя свечек есть? Нам хватит, чтобы всю ёлочку украсить? Ну у меня одна. Ну сейчас, подожди, давай посмотрим, как это будет смотреться. Сейчас я залезу на подмостки, поставлю её вот так вот. Слушай, так давай хотя бы сразу пойдём, штук 50 сделаем и штук 50 сюда повесим, и тогда будет она нормально смотреться. У нас проблемы, свечка не ставится на листву. Да ладно? Чё, реально? Нет, нет, в смысле она не ставится, подожди, ну-ка на, попробуй. Дай сюда, дай сюда, да не может быть, так вот, так это, так это вся идея нашей ёлки была, чтобы сделать на ней свечи. Реально не ставится. Я ставила в прошлой серии, отвечаю, она ставила, сейчас нет. Так, обычная розовая свеча, а может только розовая не ставится, я не знаю. Попробуй другую какую-нибудь. У меня другой нет, реально не ставят, чё нам тогда делать? Тогда весь смысл ёлки теряется, всё, Новый год отмечать не будем, если мы свечи не можем на ёлку поставить. Погоди, погоди, у меня есть идея, идём за мной, идём за мной. Куда? Сейчас смотри, 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 у нас вот здесь с тобой есть небольшие такие элементы. Сейчас мы заберём отсюда шерсть, вот эту вот, и лимоны заберём, и лимоны на ёлку. Лимоны не трогай мои! Повесила обратно, обратно повесила, давай от сюда же, где он был. Давай на ёлку повесим, там лучше будет смотреться. Я тебе сейчас голову твою на ёлку повешу, обратно лимон сюда поставила, обратно на лимонное дерево. Ты жадина, ради Нового года не хочешь пожертвовать своими лимонами. Хорошо, тогда я ломаю шерсть и пойду её вешать. Радужную мою дорожку оставила в покое, ничего ты никуда вешать и бышкать. Да ты успокойся, обратно поставь вот эту фиолетовую шерсть, поставь обратно. А чем ты тогда хочешь украсить нашу ёлку, а? С соплями какими-нибудь, я не знаю, криперами туда, я не знаю, что? Мы сейчас пойдём на наш склад, возьмём там самые красивые блоки, возьмём там головы криперов, головы скелетов, головы кого только хочешь, шерсть возьмём. Пойдём и нормально украсим нашу ёлочку. А моё лимонное дерево, не трогай, там 8 лимонов вот это лежит, иди сюда за мной. Когда на канале ступит 9 миллионов, значит повесим туда 9 лимон, вот. Чё, куда, где? Ой, господи, я постоянно забываю про эту сигнализацию, давай её уже уберём, а? Слушай, а давай кактусы ещё повесим, а вот ещё цепи есть, можно цепи повесить вместо свечек. Ну подумаешь, свечки не смогли поставить, ну и что? Можно фонари, просто обычные фонари, перед стоуновые фонари можно поставить, а? Она хотя бы цветиться будет. А ещё можно туда поставить эти незеритовые блоки, а ещё можно дать... А, чё? Держи голову дракона, забирай там, хватит бубнеть уже, там не будем и ставить никакие факелы, не будем и ставить... А как... А аметисты как поставить? Так, подожди, а у нас так, у нас вообще ничего полезного нет, а хотя бы шерсть у нас есть, получается, так... Так... А где вся шерсть? У нас здесь столько блоков было, а один кусок белой шерсти остался. Ты чё, всё использовала, что ли? А, я тебе не сказала, что ли? Там транспортная компания просто приходила, она заказала у меня очень много ковров, но я сшила на заказ, бабки получила и всё. А где бабки? Не то это... Я сшила ковры, бабки мои. А шерсть-то моя была? А с чего это она твоя была, шерсть? Потому что я её добывал. Так, всё, шерсти нет, это факт. Так, ладно, забирай. Шерсти нет, голов нет, свечи почему-то на листву ставить нельзя, как получается. Так, а чем нам тогда ёлку-то вообще украшать? Вот я не знаю, чем нам украшать ёлку. Всё, можно сказать, что у нас Нового года не будет. Всё, праздник окончен. Где мы сейчас с тобой так много цветной шерсти найдём, а? Её же даже не существует. В смысле шерсти не существует? Ты дуримон, да мы сейчас с тобой просто пойдём, овечек домой пришаманим. У нас, да, у нас реально уже двухсотая серия выживания, у нас даже фермы овец с тобой нет. Овечек домой пришаманим и всё, и нарядим нормально ёлку, не переживай, Катюха. А-а-а, ты же ещё мою последнюю розовую овечку кокнул. Ты мне должен, не забывай. Да должен я тебе должен. Всё, пошли тогда в поле, овечек притаскиваем и спасаем Новый год. Давай. Всё, давай быстрей. Не взорвись, главное, хорошо, Катюх? У-у-у, нет, убей его, пожалуй. Нет! Это не я, это ты, это не я, даже к нему не подходила, я тут стояла, это ты. Помянем, сарай. Подожги свечку. Давай. Минута молчания в честь сарая. Не, это, конечно, хорошо, что мы с тобой столько овец притащили, но где мы их с тобой держать будем? У нас даже помещения нет. Ну, я тебе предлагаю на первое время сделать для них сарай в твоей лаборатории. Как бы, а чё, она огромная, туда все поместятся? Вот пойдём на первом этаже их туда привяжем и всё, и будем их там выращивать, давай. Нет, ни в какую лабораторию я их не пущу, ты чё, они там нахлебаются всяких зельев, вырастет у них там вторая голова или, я не знаю, рогах, хвост на другом месте. А у тебя есть какие-то другие вот это предложения, где мы ещё овец-то держать будем? У нас же нет даже места, сарай уже забит, в сарае у нас коровы, свиньи, вот это всё остальное. Для овец остаётся только лаборатория. Так, не теряйтесь, дети мои, не теряйтесь, по одному заходь. А почему у меня вот эта пчела на поводке, мы же только за, и курица на поводке, Каролина, мы же только за этими, за овцами отправлялись, не? Не знаю, откуда они там у тебя взялись, но выведи овец из лаборатории, ёпросэты, давай им построим какой-нибудь загончик, небольшой, непростой обычный. Так, всё, короче, вот здесь, отцепляй их вот здесь, отцепляй, отцепляй, вот здесь на втором этаже и Каролину тоже отцепи, вот так, всё, затаскивай сюда. Ты понимаешь то, что в любой момент может прийти вообще Маринка и перекокать их всех? Давай, отцепляй овец сюда, быстро, чё ты тянешь, у нас времени как будто много есть, скоро Новый год уже меньше, чем через вот это, две недели, нам надо спасать Новый год. Так, хорошо, как их отцеплять-то, правой кнопкой мыши вроде, сейчас надо разобраться, где какая вообще. Истеби ты эту голову дракона, она у меня на полэкрана, я тебя даже не вижу. Ща разберусь с овцами и сниму. Так, половину овец мы с тобой по дороге потеряли, как я понимаю, сейчас надо пойти из дома притащить как можно больше ножниц, притащить вот эту пшеницу, их же вроде пшеницей надо размножать. И всё, сидим здесь, пердим, добываем шерсть, идём украшаем ёлку, план есть. Погоди, ты меня чё за дурочку держишь что ли, а? Ты серьёзно думаешь, что я тебе поверю вот в этот вот твой хитрый план, да? Нет уж, все овцы белого цвета, у нас что с тобой, ёлка будет одна белоснежная такая стоять? Никакого разнообразия, никакого праздника у нас с тобой не будет, одни белые игрушки, отлично. Я сейчас вообще ничего не понял, чё ты сказала, какие белые игрушки? Ну овцы-то все белые, вот у тебя ножницы с собой есть? Нет. Ну в любом случае, мы сострижём и получится только одна белая шерсть, и чё мы с ней будем делать? Ты чё, дуриманда что ли, Катя, ты как будто первый день в Майнкрафт играешь, какая белая шерсть? Так, подожди, я тебя не понимаю, о чём ты? Так, ладно, иди сюда за мной, сейчас мы пойдём тебе в твой магазин Катя Крафт, я у тебя пару от этих красителей украду, если ты, конечно, не против. Так, а овец, затащи ещё туда обратно, тут ещё 4 штуки где-то. Не знаю, конечно, зачем тебе красители, но много не бери, они дорогие сильно. Так, здесь у нас вот розовый краситель мы возьмём, коричневый возьмём, здесь у нас еда, здесь у нас, господи, ну красный тогда возьмём, и синий тогда возьмём, вот у нас здесь, и жёлтый возьмём. Ты чё, реально вот это не знала, или ты дурочкой какой-то прикидываешься? А что я не знала-то, ты можешь русским языком нормально объяснить? Господи, берём просто розовый краситель и тыкаем по овечке, всё, тыкаем ещё по одной овечке, ещё по одной овечке, берём красный, тыкаем, 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 и сейчас, когда мы будем их стричь, с них будет выпадать розовая шерсть, красная шерсть, потом, когда шерсть заново будет вырастать, она розовой сразу будет, а не белой. Языди, нечистая сила, ты что с овцами сделал-то? Как оно так произошло-то? Погоди, то есть моя розовая овечка не розовая, она белая, просто покрашивает, то есть, погоди, то есть меня всё это время обманывали? В смысле обманывали? Ты что, не знала-то, что овечек красить, что ли, можно? Я думала, они такими рождаются, и это очень редкая история. Ну, как бы да, розовую овечку в обычном мире очень сложно найти, но ты же можешь просто вот так взять и просто её покрасить, вот так, в любой существующий свет, вот, сейчас возьмём коричневый, жёлтый потом возьмём, и у нас будет целый набор разноцветной шерсти, это так же просто делается. Так если бы я знала это всё, у меня бы уже давно была просто огромная ферма розовых овец. Ну тогда всё, идём домой, тащим ножницы, стрижём их, разводим, потом опять красим, потом опять стрижём, разводим, красим, и всё, и украшаем нашу ёлочку. Да-да-да, мы, конечно, всё это сделаем, ну слушай, ну давай построим ферму для овец, а, слушай, это же такая интересная тема, будем разводить, разные разноцветные шерсти будем делать, а? Давай, пожалуйста. Ну мы сначала ёлочку украсим, а потом сделаем хоть десять этих ферм, вот не сейчас же, у нас же другие совершенно планы есть в жизни. Тогда нужно срочно увезти отсюда овец, я против, чтобы они были на лаборатории, они здесь сейчас всё обгадят, всё обшерстят мне, давай выводить их тогда. Да пускай там будут, а мы сейчас придём их кокнем, сострижём, и всё, на этих овец мы с тобой забудем, Кать, не отвлекайся, пожалуйста, от глобальной цели нашей. Да послушай ты меня, ну нам нужна эта ферма, ёпарасете, мы сейчас с тобой разведём овец разноцветных, у нас будет куча разноцветной шерсти, и мы с тобой нормально украсим ёлку, нам нужна эта ферма. Вот прям сейчас она нужна, посередине нового года, да? Да, и у нас будет с тобой куча, куча игрушек, мы его наркоманам Петровичам одну партию отправим, нам отправим в деревню, нам же в деревне ещё тоже нужно людей радовать. Кстати, да, так, но наркоманам Петровичам мы ничего отправлять не будем, пока они собственную ёлку не построят, я им ничего строить не буду. Так, ладно, хорошо, делаем с тобой ферму овец, но только маленькую и только автоматическую, чтобы она сама всё состригала и шерсти нам переправляла. Ещё и можно автоматическую сделать, так что ж ты молчал-то, давай скорее. Тащи бочки, мать, тащи деревянное дерево, дубовые плиты, каменные кирпичи, полуплиты, стёкла, наблюдатель, раздатчики, 10 ножниц. Есть! А я забыла, что ты там просил притащить? Дубовое бревно, стекло, редстоун, наблюдатель, розовый бетон, голубой бетон, да как это вообще между собой всё сочетается? А это что за танцпол такой? Мы тут с тобой вальс танцевать будем или танго, а? Это наша будущая ферма, и да, она будет вот такая маленькая, здесь посередине у нас будет находиться одна овца, но таких с тобой ферм мы сделаем, наверное, штук 7-8, потому что каждая ферма будет отвечать за свой цвет шерсти, поэтому берём бочку, берём дубовые брёвна, и какой у нас первый цвет будет для овечки? Розовый. Конечно, кто бы сомневался, что не розовый, конечно, розовый, поэтому берём его, берём бочку и начинаем тогда строй. Ты самое главное запоминай, потому что я строю одну ферму, и ты за мной повторяешь, и здесь рядом со мной строишь точно же такую вторую, ага. Так, ладно, хорошо, подожди, тогда надо взять вот эти вот доски, блоки, дубовое бревно. Сейчас, погоди, только не торопись. На бочке поднимаем стену и делаем её в два раза выше, вот так, и здесь сверху соединяем это всё вот такой вот стеночкой. А потом сразу же под цвет нашей овечки засраиваем все эти стены розовым цветом, понимаешь, дизайн, дизайнерское решение у нас. Так, вторая ферма тоже будет розовой. А зачем нам две фермы одного и того же цвета? Голубой она какой-то будет. А, всё, я поняла, всё-всё-всё, хорошо, так, всё, давай. Один сундук, второй сундук. Подключаем к воронке. На воронку ставим рельсы. На рельсы ставим загрузочную вагонетку с воронкой, вот так вот. Сверху это всё засраиваем, вот так вот, с земелькой, вот сюда. Притащи мне, пожалуйста, ещё раздатчик и наблюдатель. Вот так вот. Господи, как сложно, вот откуда ты все эти механизмы знаешь? На, держи, тебе воронки и всякие там раздатчики, это как это называется всё. Отдади вот так в сторону, так, подожди, где, вот наблюдатель, наблюдатель, дай ты мне дала наблюдатель. Да я всё тебе дала, что ты попросил. Ставим наблюдатель в эту сторону, чтобы он смотрел, и подключаем его к редстоуну. И на наблюдатель ставим с тобой один раздатчик. И в принципе всё, наша ферма, можно сказать, готова. Осталось построить крышу, осталось притащить сюда овечку, осталось в раздатчик вот это запердохать ножницы. И всё. И автоматическая ферма, можно сказать, такая простенькая у нас получилась. Давай без крыши её оставим. Зачем? Нормально и так. Овцу притащим, и всё готово. А сейчас я ножницы сделаю. Иди овцу лучше таща, я нормально её красиво и сделаю. Я не хочу её вот так вот оставлять. Если мы с тобой делаем ферму, то значит, чтобы всё было просто шикардосно, а не как у бомжей. Давай быстро. Сейчас всё, привезу тебе всех овец из моей лаборатории. А то они там по-любому уже всё загадили. Давай, всех не надо, пару штук всего лишь. Одни ножницы пердохаем сюда. Сразу же вторые ставим вот сюда. И третьи ставим вот сюда. И наши фермы, можно сказать, уже, кстати, почти готовы. Сейчас по одной овце затаскиваю соответствующий цвет ферм. Давай быстро. Ты как это всё успел построить, а? Меня три минуты не было. Ты шо, волшебник, что ли? А осла ты зачем притащила? Осла же стричь нельзя. А он сам напросился, как и Каролина, кстати. Розовую эту овечку дай мне сюда. Отцепи её, пожалуйста. Я её сам возьму и сам затащу вот в эту вот клетку, если у меня, конечно, получится. Так, проходите вот туда, вот в ту сторону, вот туда. Заходим любезно, не заставляйте вас по заднице. Не бей! А как я её с трёх ударов рукой-то убил? А вон там красная уже сама... Ага, ладно. Ты вторую розовую овцу кокнул! Ну, это всё это случайно получилось! Так, красная, иди сюда, затаскивай белую в какую-то комнату, давай! Пожалуйста, просто бери и сама сюда заходи. Вот без того, чтобы я брал и пердохал тебя. Просто зайди в клетку. Так, ребята, давайте, поднимайтесь, поднимайтесь. Ага, сюда. Я понимаю, что это сложно немножко для тебя. Ну ты, ну ты, ну зайди. Кать, я её сейчас тоже за пердоху, они такие непослушные, господи! А вот у меня беленькая сама зашла почти. Ну-ка давай, ты подтолкни, подтолкни чуть-чуть. Вот! Выходи, выходи, дай, выходи, выходи! Вот! Внутрь, внутрь, внутрь. Да зайди, да внутрь! Вот! Кать, это невозможно! Так, будем действовать по-другому, если вы сейчас все не зайдёте в эти буточки! Я вас сейчас так всех перекокаю нафиг тут! Пошли вот отсюда, тупые овцы! Спокойно, ты не кока, я вен... Как? Осла, ты зачем бьёшь, Кать? А чё они бесят? Почему они заходить не хотят, а? Ой, осёл, прости. Ну вот, зато шерсть синяя есть теперь. Обосраться, типа, всё, нам тогда овцы не надо, потому что шерсть синяя есть. Всё, давай, Каролину туда заточи, будем Каролину стричь. Каролина, пойдём! Мать, с ума сошла у вас, походу, какая-то, хотя бы вот эта красная. А, красной тоже не осталось, ты красную тоже запердохала, Кать. А чё они все? Поводки в зубы ещё раз за овцами побежала. А-а-а, блин. И Каролину отпусти уже, пожалуйста, а чё она с тобой летает? Бедная Каролина. А сейчас, Екатерина, вам, наверное, любопытно, как же эта шайтан-машина у нас работает, да? Конечно же. Вот, между прочим, я первый раз в жизни вижу стриженую овцу, она похожа на какую-то облесшую. Всё это автоматически, как ты понимаешь. Вот когда овца, когда у неё вырастает шерсть, наблюдатель на это реагирует и сразу же моментально её состригает. Поэтому они у нас все лысые получаются. В этом сундуке у нас уже пять розовой шерсти, которую мы забираем. Здесь у нас одна, две уже, вот на глазах, две голубые шерсти, восемь. Так, ну смотри, у нас уже есть примерно штук двенадцать игрушек плюс восемь лимонов. Отлично, пойдём украшать. Лимоны не трогай мои, мы потом в следующей серии, тогда ещё получается, криперов наубиваем, головы добудем. И вообще самую красивейшую ёлочку в жизни сделаем, получается. Пошли давай. Да, сейчас только лимоны сниму, они должны быть не больше мотярой. Не трать лимоны, Кать! Субтитры сделал DimaTorzok